Показательные, логарифметические, тригонометрические и рациональные уравнения и их системы. Сегодня на уроке мы рассмотрим общие методы решения показательных, логарифмических, иррациональных и тригонометрических уравнений, а также научимся применять эти методы при решении различных уравнений. Решим следующее уравнение. Перед нами показательное уравнение. 17 в степени 5х минус 3 равно 289. Правую часть 289 представим как 17 в квадрате, то есть приведем к одному основанию. Тогда мы с вами умеем следующее уравнение. 17 в степени 5х минус 3 равно 17 в квадрате. Мы видим основания одинаковые в левой и в правой части 17. Поэтому мы с вами можем приравнять показатели степеней. И получаем следующее уравнение. 5х минус 3 равно 2. Решая простейшее линейное уравнение, мы получаем корень х, равное 1. Рассмотрим следующее уравнение. 1 четвертая в степени минус 2х плюс 1 равно 2 умножить на корень из 2. Обе части нашего уравнения приведем к одному основанию 2. 1 четвертую мы представим как 2 в степени минус 2. И мы получаем 2 в степени минус 2 умножить на 1 минус 2х. В правой части корень из 2 представим как 2 в степени 1 вторая. Основания одинаковые, мы с вами показатели степеней складываем. Поэтому мы получаем 2 в степени 1 целая, 1 вторая. В левой и в правой части мы видим основания одинаковые, равны 2. Значит, мы можем приравнять показатели степеней. И получим следующее уравнение. Минус 2 умножаем на 1, это будет минус 2. Минус 2 умножаем на минус 2х, это будет 4х. И мы получаем 4х минус 2 равно 1 целой 1 второй. Решая данное уравнение, мы с вами получаем х равно 7 восьмых. Решим следующее уравнение. Перед нами тригонометическое уравнение. 3 умножить на тангенс х минус катангенс х равно 0. Вспомним основное тригонометрическое тождество. То есть тангенс х умножить на катангенс х равно 1. Из данного тождества выразим тангенс х. Тангенс х будет равен отношению в числителе 1 в знаменателе катангенс х. В данное уравнение вместо тангенс х подставим 1, деленная на катангенс х. И мы получаем 3 умножить на 1, деленная на катангенс х, минус катангенс х равно 0. Умножим обе части нашего уравнения на катангенс х. И мы получаем 3 минус катангенс квадрат х равно 0. Выразим из данного уравнения катангенс квадрат х. Катангенс квадрат х будет равен 3. Мы нашли катангенс квадрат, нам нужно найти катангенс. Для этого мы извлекаем корень из 3. И мы получаем, что катангенс х равно плюс-минус корень из 3. Решим следующее уравнение. Катангенс х равно корень из 3. Отсюда х, решая данное тригонометрическое уравнение, мы получаем х равно арк катангенс корень из 3 плюс πn. n принадлежит z. Арк катангенс корень из 3 – это у нас π на 6. Значит, х будет равно π на 6 плюс πn. n принадлежит z. Следующее. Катангенс х равно минус корень из 3. Находим х. Х будет равен арк катангенс минус корень из 3 плюс πn. n принадлежит z. Решая данное уравнение, мы получаем х равно π минус π на 6 плюс πn. И в итоге получаем в скобках π минус π на 6 – это будет 5π на 6 плюс πn. n принадлежит целым числам. Решим следующее уравнение. 2 косинус квадрат х плюс 3 косинус х минус 2 равно 0. Перед нами тригонометрическое уравнение. Введем новую переменную m, то есть косинус х приравняем m. Подставим наше уравнение, и мы получаем следующее квадратное уравнение. 2m квадрат плюс 3m минус 2 равно 0. Решая данное квадратное уравнение, найдем дискриминант и найдем корни. То есть первый корень будет равен минус 2, и второй корень – 1, 2. Но мы с вами, ребята, ввели новую переменную m. Поэтому мы косинус х приравниваем минус 2 первому корню, и второй корень – 1, 2. Мы получили два уравнения. Решаем следующее уравнение. Косинус х, равное минус 2, не имеет решения, так как область значения тригонометрической функции косинус – это от минус 1 до 1. В данном случае модуль минус 2 получается больше 1, поэтому корней нет. Рассмотрим второе уравнение. Косинус х равно 1, 2. Применяя формулу нахождения корней тригонометрической функции, мы получаем х равно плюс-минус арк косинус 1, 2 плюс 2πn, n принадлежит z. Находим арк косинус 1, 2, это будет π на 3. Поэтому ответ у нас х будет равен плюс-минус π на 3 плюс 2πn, n принадлежит z. Решим следующую систему уравнений. 3 в степени 2 корень из х минус корень из у равно 81. Второе уравнение. Десятичный логарифм корня квадратного из произведения х и у равно 1 плюс десятичный логарифм 3. Найдем область допустимых значений, то есть х больше нуля и у больше нуля. Первое уравнение перепишем без изменения. Второе уравнение. Левую часть перепишем без изменения, а во второй части применим свойства логарифма. Единицу мы представим как десятичный логарифм 10 плюс десятичный логарифм 3. Первое уравнение приведем к одинаковому основанию. 81 представим как 3 в четвертой степени. Второе уравнение. В правой части, применяя свойства логарифмов, мы имеем десятичный логарифм 10 умножить на 3. В первом уравнении основания одинаковые, поэтому показатели степеней приравняем. И мы получили уравнение 2 умножить на корень из х минус корень из у равно 4. Рассмотрим второе уравнение. Потенциуруя обе части нашего уравнения, мы имеем корень квадратный произведения х и у равно 30. Ведем новую переменную. То есть а – это будет корень из х, и b – это корень из у. Подставим нашу систему уравнений, и мы получаем следующую систему. 2а минус b равно 4. А умножить на b равно 30. Решая данную систему уравнений, мы с вами получаем, что а равно 5 и b равно 6. Мы ввели новую переменную а, поэтому мы корень из х подставляем первый корень, равный 5. И во второе уравнение мы подставляем корень из х, равный 6, второй корень. Решая первое уравнение, мы получаем х равно 25. Аналогично возводим квадрат, и мы получаем у равно 36. Запишем ответ. Значит, в системе уравнение удовлетворяет пара чисел х, равное 25, и у, равное 36. Решим следующее уравнение. 5 в степени 3 синус х минус 1 плюс 5 в степени 3 синус х минус 2 плюс 5 в степени 3 синус х минус 3 равно 31. Вынесем общий множитель за скобки. То есть 5 в степени 3 синус х минус 3. Мы получаем 5 в квадрате плюс 5 плюс 1 и равно 31. Вычисляя сумму в скобках, мы получаем 31. Из данного уравнения найдем 5 в степени 3 синус х минус 3 будет равно 31 разделить на 31, получаем единицу. В правой части единицу представим как 5 в степени нулевой. В левой и в правой части основания одинаковы, то есть равны 5. Приравниваем показатели степеней и получаем следующее уравнение. 3 синус х минус 3 равно 0. Отсюда мы с вами находим синус х равно единице. То есть перед нами частный случай. Поэтому находим х. Х будет равно π деленное на 2 плюс 2πn. n принадлежит z. Решим следующее уравнение. 4 в степени корень квадратный 2х минус 1 плюс 8 равно 9 умножить на 2 в степени корень квадратный 2х минус 1. 4 представим как 2 во второй степени. И мы получаем 2 в степени 2 умножить на корень квадратный 2х минус 1 плюс 8. Правую часть перепишем без изменения. Введем новую переменную t. t равная 2 в степени корень квадратный 2х минус 1. Найдем область допустимых значений. То есть под коренное выражение 2х минус 1 должно быть неотрицательное число. И, решая данное неравенство, 2х минус 1 больше либо равно 0, мы имеем, что х будет больше либо равно 0,5. В уравнении вместо 2 в степени корень квадратный 2х минус 1 подставим t. И мы получаем следующее уравнение. t квадрат плюс 8 равно 9t. Перенесем 9t с правой части в левую с противоположным знаком. Мы получили приведенное квадратное уравнение t квадрат минус 9t плюс 8 равно 0. Применяя теорему обратную теореме Виетта, сумма корней t1 плюс t2 будет равно 9, а произведение будет равно 8. Находим корни, и мы получаем t1 равно 1, и t2 равно 8. Мы ввели новую переменную t. Значит, вместо t подставляем первый корень, и мы получаем первое уравнение. 2 в степени корень квадратный 2х минус 1 равно 1. 1 мы представим как 2 в степени 0. Получаем, что в обеих частях основания одинаковые. Приравниваем показатели степеней, и получаем следующее уравнение. Корень квадратный 2х минус 1 равно 0. Возводим обе части квадрат, и получаем, что в итоге х равно 0,5. Вместо t подставим второй корень 8. 8 мы представим как 2 в третьей степени. И видим, что в обеих частях основания одинаковые. Поэтому приравниваем показатели степеней. Корень квадратный 2х минус 1 равно 3. Возводим обе части квадрат, и мы получаем 2х минус 1 равно 9. Решая простейшее линейное уравнение, мы получаем х равно 5. Запишем ответ. Первый корень у нас х1 равен 0,5, второй корень равен 5. Подведем итог урока. Сегодня мы рассмотрели общие методы решения показательных, логарифмических, иррациональных и тригонометрических уравнений, а также научились применять эти методы при решении различных уравнений. На этом наш урок подошел к концу. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok